Могилёвскому лицею номер один исполнилось 25. Лицей глазами его пускницы встреча спустя 6 лет далее в Альмаматах. Они создают вулканы, растят черепаху, колдуют волшебной палочкой и знают о химических свойствах любви. Студенты факультета естествознания через несколько минут. Умный свет. Разработка студента БРУ пригодилась в Ледовом дворце. Об этом не только в сегодняшнем нашем выпуске. Тем временем Альмаматер провела новый эксперимент. Сразу несколько. И на этот раз мы доверили поэкспериментировать с будущим химиком. Что из этого получилось, узнаем прямо сейчас. В эти минуты наш корреспондент Надежда Мешкевич находится на факультете естествознания. Всем привет! Сегодня мы в гостях у тех, кто с интересом разглядывает в микроскоп инфузорию тупельку. Кто легко отличает алмаз от топаза. Кто ловит бабочек и собирает гербарий. И кто безошибочно находит на карте мира гвадылупу. Как вы уже догадались, сегодня мы в гостях у студента факультета естествознания МГУ имени Кулешова. Факультет естествознания создан 25 лет назад. Сейчас здесь учатся более 400 человек. В учебном корпусе номер 3 в самом центре города есть три кафедры. Биологии, химии, географии и охраны природы. Здесь же свои библиотека, читальные и актовые залы. У нас прекрасная лабораторная база, у нас прекрасная аудитория. У нас имеется агробиостанция Любожь, где летом проходят все практики. Далее, это у нас прекрасный профессорско-преподавательский коллектив. У нас более 50% лиц преподавателей со степенями и званиями. Это первокурсники. Изучают морфологию растений. Завкафедра биологии Дина Киселева говорит, на первом курсе студенты на каждой паре делают маленькое открытие. Для наших первокурсников, оказывается, становится открытием, что плоды у фасоли – это вовсе не стручки, что плоды у земляники – это вовсе не ягоды, что они почему-то никогда не слышали, что банан – это ягода. Первокурсники удивляются и строят амбициозные планы. В дальнейшем я хочу связать свою судьбу с этими предметами. Только еще не выбрала, с каким точно, но, скорее всего, с биологией, так как хочу остановить вымирание редких видов животных. А здесь, в кабинете зоологии, свой живой уголок. А это гордость нашего факультета – черепашка-торопышка. Мы ее любим, кормим. Она у нас живет прямо в аудитории. Боже мой, какая лопочка! Ага, смотри, как она любит студентов. Так и пытается сбежать. Затискали. Вот как вы думаете, чей это скелет? По-моему, похож на динозавра. Наверное, это птеродактиль. Да, какая-то птица. Может, айс, цапля какая. Какой глядет голубь. У студентов факультета естествознания есть и свои приметы. Когда мы сдаем экзамены, мы гладим нашего кабанчика. Мы его чешем за ушки, гладим его носик. Но сейчас, в последнее время, все очень хотят сдать на отлично, поэтому нос у нашего кабана уже стирается. Студенты в специальности химии называют настоящими магами, волшебниками и чародеями. Ведь они умеют делать вулканы, создают искусственный снег, заставляют плавать металлические предметы и даже серу превращают в золото. Сейчас мы будем создавать вулкан с помощью химических реагентов. Поджигаем оранжевый порошок и вуаля! Пылающий вулкан извергается, оставляя горку пепла. Сейчас мы подожжем волшебной палочкой спирт. Так, кривли-крабли-бум! И вот, пожалуйста, огонь без спичек. Почти как в Гарри Поттере. И кто сказал, не бывает дыма без огня? Еще как бывает! Смешиваем жидкости. А в соседней аудитории экспериментируют химики-шелкопряды. Искусственный шелк мы будем получать путем растворения целлюлозы в медно-аммиачном комплексе. Через иглу смесь выдавливают в раствор серной кислоты и получают искусственную шелковую нить. Идем дальше. Здесь засели химики-художники. Смешиваем различные компоненты и получаем такую разноцветную палитру. И потом именно по определению цвета мы определяем, какое вещество находится. Вот эта капелька – это у нас крахмал. Вот эта красненькая – это витамин С. С пузырьками – это витамин Е. Стать студентом факультета естествознания есть шанс у абитуриентов, которые на централизованном тестировании наберут по биологии и химии минимум по 15 баллов. По географии – не меньше 20. Плюс успешно сдадут тесты по русскому или белорусскому языкам. Всех иногородних студентов здесь обеспечат жильем, а по окончании учебы каждому предложат рабочее место. Это самый лучший, самый веселый, самый классный факультет на нашем университете. Студенты факультета естествознания, конечно, везунчики. Ведь они единственные, кто легко может расшифровать любой состав на этикетке продукта. Они узнают о дальних странах, не тратясь на дорогие путевки. Ну и, конечно же, они самые счастливые. Ведь они единственные, кто знает, где раздобыть эндорфин, допамин и серотонин. Ну а если серьезные, студентам факультета естествознания, конечно же, повезло. Ведь они первыми узнают о самых удивительных тайнах природы. Кто не в курсе, гормоны счастья, дофамин, серотонин и эндорфин, человек получает от вкусной еды, занятий спортом и даже от приятной музыки. Возьмите себе на заметку. Я думаю, увлечение наукой тоже может повысить содержание эндорфина в крови. Кстати, в Белорусско-Российском университете наукой занимается почти 3 студентов. Это, конечно, не мало, но только 1 или 2% из них добиваются результатов, которые применяются на деле. Зато теперь им есть на кого равняться. Проект «Умная система освещения пятикурсника Никиты Герасименко» уже внедрен в Могилевском ледовом дворце. Тут вдвойная выгода. Студент и сам заработал и принес пользу обществу. В Могилевском ледовом идет тренировка юных хоккеистов. За тренировкой следит компьютер, который отвечает за работу более тысячи ламп. Именно он определяет, насколько ярким должен быть свет на площадке и выбирает режим освещенности. Все четыре режима отличаются количеством включенных в светильник. Вот сегодня, на данный момент, сейчас проходит тренировка детей. И включается один. Когда проходит матч хоккейный, это экстралига, там уже другое количество света. Когда происходит съемка телевидения, тут включается вообще свет максимальный, чтобы вам было удобнее снимать. Умные режимы позволяют ледовому дворцу экономить около 16 тысяч киловатт в месяц. Включаем простую арифметику и получаем 40 миллионов белорусских рублей. И все благодаря этой компьютерной программе. Система управления, конкретно ее программная часть, представляет собой панель, на которой оператор может задать режим освещения на всю неделю. Такая система может быть легко реконфигурирована, то есть перестроена под новые нужды. Соответственно, например, меняется тип светильников. Мы можем слегка адаптировать программу под новый тип светильников. Сотрудники ледового окрестили программу умной. Но сам Никита не считает это головокружительным успехом. Моя часть только программная, и в ней нет никакой сакральной идеи или ноу-хау. Просто работа, говорит студент. Открытия еще впереди, лежат не на поверхности. Нужно копать глубже. А это, скажем так, один маленький шаг. Справился на отлично и с созданием новой программы. Теперь в университете уже не сомневаются, сможет ли он. Ведь свою работоспособность и сам Никита, и его проекты доказывают не на словах, а на практике. У Могилевского государственного лицея номер один юбилей. Учебного заведения исполнится 25 лет. Возраст студента-выпускника. Вот как раз выпускница этого лицея наш корреспондент Катя Балукова. Давеча заглянула в родной альма-матер, поностальгировать и поздравить лицей с юбилеем. Сюда все так же стремятся поступить многие школьники профильных направлений. Несколько физико-математическое, химико-биологическое, обществоведческое и филологическое. Учащиеся лицея номер один стараются быть первыми во всем. Побеждают на олимпиадах, показывают стобальные результаты на централизованном тестировании. Как результат, 99% выпускников лицея становятся студентами. И зайдя в стены родного заведения, как мне встретиться с людьми преподавателя по английскому клону? Что-то спрашивать не стали, ничего не помню, стыдно будет. Та-дам! Здравствуйте! Здравствуйте! Не надо вставать спокойно. Здравствуйте! Это вам. Спасибо большое. Тут же нахлынули воспоминания, начались расспросы. Все, как я боялась, и нын лишь плейс. Вы говорите много времени. У меня много времени. Я работаю все время. Практически не ударив грязь лицом, направляюсь дальше и уже по-русски интересуюсь, кто такой современный лицеист. В лицее больше самостоятельность. Здесь формируются подходы, чтобы ребенок уже начинал отвечать за свои поступки, свои действия, свою подготовку. Лицеист – это очень мотивированный человек. Вот, ему не нужно что-то там, в чем-то убеждать или агитировать за что-то. Он уже пришел, он мотивировал. Я думаю, сюда приходят самые активные, самые умные, самые позитивные, самые жизнерадостные. Пришел, увидел, полюбил. Так было со мной, когда я впервые перешагнула порог этого учебного заведения. А что чувствовали они? Многие говорят, что наш лицей как бы белорусский хогвартс. И это на самом деле ощущается. И действительно, в нашем хогварте загадок я встречала больше, чем где бы то ни было. Легенда о призраках переходит здесь от поколения к поколению. Ходит легенда, что в подвалах лицея находятся призраки, которые бродят там, а также в раздевалке в женской в тене замурована монахиня, которая повесилась. Правда, призраков в подвале я никогда не встречала, но оттуда действительно уже много-много лет доносятся голоса. А потом песня туриста, турклуб, любимое место лицейстов, для которых костер в лесу, палатка, а потом рассвет – лучшая в мире вещь. А после урока всегда бежали в буфет. Тут, наверное, самые вкусные смаженки в моей жизни. Пойдем. Давай, у тебя смаженки есть? Хокк. Вот так все съели голодные лицейсты, зато есть кексик, оставлю его на десерт. Ну вот, по факту ничего и не изменилось, все такие же позитивные вещи, все такие же горящие глаза, все такие же веселые. Ла-ла-ла-лай, ты не шагай, ты ла-ла-ла-лай. Время задавать контрольный вопрос от Альма Матер. Посмотрим, сумеет ли ответить на него вот так сходу случайно и прохожая. Телезрители, вы тоже можете проверить свою эридицию. Альма Матер. Альма Матер. Альма Матер. Кстати, язык этого животного весит, как азиатский слон, а сердце размером с легковой автомобиль. Как вы считаете, какое самое большое животное в мире? Кит. Кит. Молодой человек, здравствуйте. Скажите, самое большое животное в мире? Кит. Ну, конечно же, самое большое животное в мире – это синий кит. И нет, это не рыба, как многие пытались мне возразить. Это млекопитающее. Его вес достигает более 200 тонн, и в длину он более 33 метров. В общем, как-то так. Учите биологию. А в следующий раз Альма Матер подготовит для вас новый каверзный вопрос. И надеюсь, вы не упадете в грязь лицом. На этом у нас всё. С вами была самая студенческая программа «Альма Матер». Встречаемся каждые две недели в среду на «Беларусь-2». Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!